Ну, сейчас мужской разговор увидим. Мужской разговор, ну, разговор-то, собственно, вот о чём. Сегодня пятница, и мы решили, что по пятницам будем рассказывать о том, как люди проводят своё свободное время, вместо того, чтобы лежать на диване перед телевизором или пить водочку, как можно активно, полезно и интересно провести время. И сегодня, пока ещё по всей стране окончательно не сошёл снег, говорим о людях, увлечённых снегоходами. И у нас в гостях Андрей Спицын, официальный комментатор Мотоциклетной Федерации России. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. И я так понимаю, что вы только что вернулись к каких-то крупных снегоходных соревнований. Да, это так. Соревнования прошли в Вологодской области, город Великий Устьюх, родина Деда Мороза нашего российского. Там два дня проводили соревнования, этап чемпионата России по кроссу на снегоходах и кубок России на одноэтапной. То есть вот только что я даже охрип ещё не успел там, в общем, веселённо. Ну что, а как на улице, на морозе, как вы хотите. Это же не в студии, собственно говоря, это вот такие антисанитарные условия. Не завидуюсь. В студии тоже нелегко. В общем-то. Ну и что у нас? Ну расскажите, из каких этапов проходил, как всё такое? Ну, чемпионат России, он у нас аномальный в этом году, потому что погода, вы видите сами, какая снег растаял практически везде. Там должны быть соревнования были в Череповце, трасса растаяла, вот их перенесли в Устьюх, где снег оказалось бы и в Устьюхе полторы тысячи машин снега вывезли на трассу. А, то есть специальный снег в Устьюхе. Да, собирали снег, мало того, ну я ж не буду говорить, не продавали прошлогодний снег, как мне антисанитар сказал, вот белый там серый, они серый закатали под белый. То есть трасса, она... Делали красиво. Да, это на набережной Сухон, на речке у них вот сама трасса такая была построена, и вот в итоге он серый стал, потому что снегоходы очень сильно гребут, они выгребли всё равно вот этот чёрный снег из-под белого. Андрей, а откуда были люди, которые участвовали? Ну, у нас, в общем-то, три клуба в стране. Это Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, 58 километров до Полярного круга, это почти... Ну, там сам Бог велел. Да, там сам Бог велел. И есть клуб... Ну, по-другому-то не передвигаться. Ну, в общем-то... Ну, нет, ну, можно на оленях ещё, там, на собаках. И есть клуб «Атлант Ярославль», плюс гонщики-личники из Кирова, вот вятка, вятские гонщики, ну, есть там из Москвы, из так далее, и так далее. То есть, в общем-то... А как вы считаете, за вот последние годы, насколько массовым стало это увлечение? Потому что, выезжая за город, очень часто встречаешь людей на снегоходах. Такое ощущение, что как-то вот... Здесь не надо путать... Ну, это не тысячи, а сотни тысяч какие-то. А, естественно. Но это не надо путать чистый спорт снегоходный. И вот любительские покатушки. Я тут ещё неделю назад был на снегоходном фестивале. То есть, вот это действительно массовое. Там сто участников было у нас. Это любительские покатушки? Это любительские. Ну, я так сказать, может быть, их немножко тоже здесь. То есть, у них разные классы. В этом ничего обидного нет. Разные классы. Там несколько форматов гонки тоже. Но кросс – это по специальной трассе, по замкнутой трассе с огромными препятствиями. То есть, вот это достаточно уже... То есть, не любой человек, как в любом виде спорта, способен проехать по кроссу. Не любой снегоход. Даже он переломится просто там, длинный ренегейт, снегоход, он не выдержит нагрузок. Это специфическая вещь. А техника вообще чья? Наверное, подозреваем, что наши японско-китайские партнёры... Подозреваем, нет. Японские – нет. Японцы выпускают снегоходы, но они в кроссе практически не участвуют. Вот Канада, они бомбардье. Бомбардье, да. БРП фирма, она имеет отделение Линкс, Скиду. Это вот как бы вот это. И БРП – это одна, один формат. Потом есть ещё Поларис и Артикет. Вот артическая кошка, как бы вот это. У них самостоятельные. То есть, в основном, вот эти производители участвуют. Именно в кроссе, в снегоходном кроссе. А сколько стоит такая игрушечка? Ну, в современных условиях, в общем-то, поскольку это импорт, достаточно дорогое удовольствие. Ну, примерно порядок. Ну, у многих подержанные снегоходы, собственно говоря, здесь. Ну, за сколько можно купить реально работающую машину, например? По лесу кататься или в кроссе участвовать? Не, ну, для себя, для души. Ну, для души, наверное. Для души, кстати говоря, русская механика выпускает и российские. Но они, правда, с китайским разливом сейчас, собственно, говорят, те совсем дешёвые. Ну, там 300 тысяч рублей, 400 тысяч рублей. То есть, вот такие порядок автомобильный цен. А спортивные снегоходы, плюс ещё тюнинг, там, в общем-то, вот эти вещи, конечно, достаточно дорогое удовольствие. И сейчас обстановка в этом смысле тяжёлая. Ну, тем не менее, ощущение, что спорт становится, ну, не спорт, а увлечение, наверное, снегоходами становится как-то всё более и более массовым. Ну, вот именно насчёт снегоходного кросса, чемпионата, кубка, я бы не сказал, собственно говоря. Потому что чисто спортсменов, профессионалов, рядов у нас, к сожалению, пополнение. Хотя стараемся. Мы вот у нас детские тоже... А давайте на детишек посмотрим. А давайте посмотрим на детишек. Ребят, покажите нам, пожалуйста. Детишки у нас ездят тоже на снегоходах производства «Механика Рыбинская». Такие красненькие снегоходы, небольшие. И маленькие скидовые. Зелеванники. Это зелеванники Артикет. Это маленький Артикет как раз у нас. Вот детишки здесь ездили, их четверо набралось. Сколько лет они? От пяти до девяти. Победил вот девять лет у нас как раз мальчик, сорок третий номер. Ну, у них по короткой трассе, их нельзя пускать по кроссовой трассе целиком. Ограничена скорость у них, чтобы они были живы и здоровы. И вот такие конуса там для зрителей. В Великом Устьюге очень благодатные зрители. Там такое впечатление, весь город выходит смотреть вот эти наши увлечения. И вот, значит, выиграл у нас мальчик там такой хороший. Насколько опасный этот вид спорта? Потому что, помните, были несколько лет назад истории, что там... Ну, я не знаю, если... Знаменитости гибли просто от падения со снегохода. В основном это фристайл. Снегоходный фристайл. Вот, кстати, у нас есть видео о падении, насколько я знаю. Да, давайте посмотрим, как неприятно иногда это бывает. Ну, здесь... Ой, ой, ой. Да, вот так. Да, это Гороков Алексей у нас. Не везет парню. Он в этом году и в позапрошлом году, две травмы у него на этой же трассе, в Великом Устьюге. Но, правда, позапрошлый год он разгружал снегоход, сломал палец, которым надо нажимать на курок как раз. Газ дает с курком, правой руки ему гипс наложили, а он гипсом нажимать не смог. В этот раз вот у него два ребра, ушиб позвонка, собственно говоря, вот он. Тогда он по юношам выступал, сейчас ему 20 лет, уже он по взрослым ездит. Это на старте падение несерьезное такое, в общем-то, здесь. Вот так руками запускается снегоход у нас, вы видите. Слушайте, ну, снегоход – это же железо. Это железо, которое ломается или не очень? Ломается, безусловно, даже возят. А ребята, которые гоняются, они сами чинят или у каждого свой механик, свой доктор? Есть механики, безусловно, есть механики, потому что, конечно, сам он может спортсмену в дальних гонках, например, он везет ремень с собой там как, пытаясь заменить его, потому что там механика нет. Под деревом в лесу рояль в кустах не бывает. А здесь механики. Но, кстати сказать, посторонняя помощь во время гонки запрещена. Он может ремонтироваться только в техническом парке. Там, в общем-то, такие тоже проблемы бывают с посторонней помощью на трассе тоже. Просто аннулировали. Вот здесь как раз в воскресенье, в общем-то, было очень обидно. Лидера аннулировали за то, что ему дорожку протоптали и там подали подставку. В общем, как бы... То есть, хотели как лучше, а вот такая недвежья услуга получилась. Ну, вот сама гонка. Мы видим эту трассу. Там серия волн, трамплинов, повороты. Вот это после старта как раз первый выход у нас имеет место быть. Вот такая вот борьба. Вот по-разному тоже. Нет, красиво, конечно. Это прям профессиональная трасса? Специально делали? Специально сделанная. То есть, ее вот делают... Слушай, но у нас в России, по-моему, специально ничего делать не нужно. Для всего, что касается внедорожья. Я понял. Мысль там... Дело в том, что просто ровный берег абсолютно. И вот навезли снегу, полторы тысячи машин. То, что было, сгребли там. И вот построили такую трассу. То это, в общем, достаточно сложное само строительство трассы. То есть, проектирование вылетов, зон приема. Для этого это не так все просто. Потому что иначе либо люди травмируются, либо... Даже укатывать надо как-то надо. Что? Укатывать надо ее? Да. А есть ратрак. Трактор специальный, который для горнолыжных трасс. В Устеге тоже интересная вещь. У них, оказывается, несколько лет уже свой ратрак там был. Они не знали о его существовании. Он где-то стоял в какой-то организации. Вот сейчас они его нашли. И он работает там. А вот тут как устроено все? То, что я знаю, например, про внедорожную езду. Если ты едешь по снегу, то первому тяжелее всего. А тем, кто идет за тобой, им легче. Вот здесь есть какая-то разница? Ты первым идешь или в колон. Здесь как бы наоборот, наверное, в какой-то мере даже легче, когда ратрак укатал. А потом трассы начинают выбиваться со временем. Образуются калии. Могулы. Там такие вырываются вплоть до земли, когда снега мало. Ямы. И, в общем-то, проблемы, конечно, уже у гонщиков. И у всех ко второму, к третьему по три заезда. Вот юноши. А дистанция какая вообще? Вот этот вот круг? Здесь я, честно говоря, не знаю, сколько она. Ну, примерно. Ну, вот у нас в Цемигорье 980 метров. А, всего-то? Да. Организаторы стараются сейчас как бы в связи с тем, что снега мало. А даже полкилометра бывают дистанции. На чемпионате Европы, на чемпионате мира 700 метров. У них же еще, допустим, иностранцев очень ограниченная площадь. Они на автостоянке делают вот эти трассы. Ну, несчастные люди. Ну, у нас-то что здесь нет? А в Финляндии как бы мало места, в общем. Ну, по всей видимости, чтобы трибуны сборные сделать, как-то очень все такое зажатое. А насколько это зрелищная вообще история? И существуют ли зрители у такого вида спорта? Или это в основном родственники, знакомые, участников? Ну, я бы так не сказал. Потому что вот в том же Устюге у нас такое впечатление, что вот и 35 тысяч город, и вот как бы тысяч, наверное, 50 стоит, собственно говоря. Да ладно. Мы милиционеров ставили, чтобы отгоняли вот от моей машины там народ, в общем-то. Потому что не то, что они просто как бы вот не хватает места посмотреть на все это дело. Ну, вот авария у нас тоже имела место быть. А на международные соревнования вы ездите? Ну, езжу реже, чем хотелось бы. Вот в Швеции я бывал Clash of Nations. Это такой аналог чемпионата мира, командный чемпионат мира в Швеции. Он в городе Паун проводится. В общем-то и наша команда была вот. Правда, два года назад, в прошлом году, они не проводили соревнования. В общем, выступали российские ребята, не совсем успешные. Вот как бы иностранцы. Если все-таки уйти на уровень любительский, на уровень для души, на уровень проведения выходных. Ну, стоимость машины понятна, да? Вы говорите 300-400 тысяч. Ну, начиная от. От, скажем так. Хотя, знаете, что-то мне попадались в магазинах, но, правда, это еще до кризиса были какие-то российско-китайские, как вы говорили, аналоги, которые были погуманнее немножечко. Ну, вы понимаете как? Дело в том, что для кросса или для того, чтобы ездить на рыбалку. То есть, тот же наш завод выпускает там совсем одноцилиндровую маленькую машину, которая позволит рыбаку там доехать до... И не навернуться так, как мы и видели, между прочим. Да, да, да. У них рыбинка совсем такой есть, утилитарная, в общем-то, вещь. Но в спорте, конечно, на таком не проедешь. Здесь это фактически... Здесь очень мощный двухцилиндровый двигатель у нас двухтактный. Вот Ротекс, например, тот же. Здесь подвеска, она сложнее даже, чем у кроссового мотоцикла. Нет, но мы прекрасно знаем, что Формула-1 там, да, сильно отличается от тех автомобилей, которые мы используем в повседневной жизни. Но просто хочется примерить как-то на себя и смотреть массово. На себя. Значит, у шведов, у них такая вещь, техническая комиссия очень упрощена. То есть, сейчас вообще говоря, идет задача снизить стоимость. Не только у нас, но и в Европе. И в ВОИЦ был класс Оупен, сейчас класс Сток. Как бы вот эти, непеределанные. Непеределанные, не обнаженные, ничего. Как-то его купил в магазине. У них два класса. Но у них техкомиссия очень сильно упрощена до нельзя. То есть, у них считают число выхлопных труб. Открывает капот. Вот если две трубы, Оупен. Если одна труба, Сток. Ну, а какая разница? Даже, ну, две трубы у двухтактного настроенный выпуск. Это я как бывший автомобильный инженер. Марин цирклетный, да, могу рассказать. Там смысл в том, что выше мощность, настроенный выпуск, там волновые процессы. А что там вообще апгрейдживать-то? Там выше его делать бессмысленно, потому что проходимость от этого... Пиленный, как говорят гонщики, пиленный. То есть, он и так-то серийный 130 лошадиных сил. Здесь под 200, да, получается, вот, спортивные и скоростные. Я столько всего нового узнала для себя. Столько слов. Я вот об одном думаю. Ведь этим же должны заниматься люди совершенно сумасшедшие. В хорошем смысле слова, увлеченные этим очень. Но проблема ведь заключается в одном. Снег бывает даже в России не целый год подряд. А потом начинаются квадроциклы. Что они летом делают? Что они все делают летом? Вот, кстати говоря, уренгуицы... Ты предположила? А сейчас по-заему специалисту, да? Я начинал с Уренгоя, с гонок снегоходов на воде. Да ладно? Да, в 2010 году Комсомольское озеро, центр Уренгоя. Я там приехал туда, прилетел мотокросс проводить. И заодно говорит, ну, проведите вот гонки снегоходов на воде. Холодно, не просто на берегу холодно. Они в коротких гидрокостюмах в этом озере, значит, лазают, там топят эти снегоходы. Парные гонки, значит, это тоже, кстати, зрелище-то, в общем-то. Шведы придумали, ну, скандинавы придумали, вот чтобы летом на снегоходах. А так, кроме на воде, квадроциклы, двухколесные мотоциклы. Тот же Скляров у нас там, Дима, ездит очень неплохо и летом на двух колесах. Плюс аквабайки у них, кстати говоря, просто лето короткое. Но они вот тоже выезжают на гоночных, на аквабайках мощно. Но весьма успешно. То есть нельзя сказать, что вот в марте там или в апреле они консервируют свою технику и перестают вести какое-то активное ображение? Нет, круглогодишно. Ну, конечно, я за всех не могу сказать, собственно, за абсолютное количество, в общем-то, снегоходчиков. Ну, вот как бы так. Хорошо. Опять же вопрос бытовой такой утилитарный. Если у человека есть дача, где он хранит этот снегоход, то все понятно. Если дачи нет, то как? Ты же ведь из Москвы-то или из Новосибирска, например, из центра на нем же не выйдешь. Это же нужен трейлер какой-то или лафет или что-то еще. Ну, прицепы, прицепы. Любители ездят на прицепах. Вот если мы берем международные гонки, там участников очень много. Плюс еще с прицепами стоит зритель. Там как бы вот они привезли свои. То есть они как бы не отрываются далеко от этого. Процесса. Ну, а команды ездят на больших грузовиках. Где оптом все это и будет. Да, там в несколько рядов, там все продумано. Там разгрузка, система с бортами. Там, в общем, не все так. Они же тяжелые, 250 килограмм он, в общем-то, весит. А четырехтактные они до 500 могут, как бы, любительские. Слушайте, а эта зараза какую скорость разгоняет максимальную? Ну, опять же, на кроссовых трассах просто нет возможности выкрутить всю эту скорость. Ну, а если вот предположить себе... Вам вообще рекорд в снегоходе? Да, рекорд. Ну, я могу соврать, до 340 километров в час. Да ладно. Да, вот, собственно. 500 сил снегоход на идеальном там ледяном покрытии, в общем-то, вот такие вещи. Есть рекорд скорость на асфальте, там 260 километров в час колесики стоят вместо лыж. Ну, это специальные машины. На снегоходе по асфальту ездят. Ну, как мотоцикл у нас. Есть кроссовый мотоцикл, есть мотоцикл шоссейно-кольцевой. Они же разные все по скорости, у них в 2-3 раза максимальная скорость отличается. Поэтому здесь точно так же у снегоходов. Кроссовый не может такую скорость развить, и у него скорость там до 200 километров, в общем-то. А на трассе, вот у нас на трассе в Семигорье, чемпион мира Ренхайм, Швед, средняя скорость 49 километров в час. То есть вообще не впечатляет, да, казалось? А у нас есть рекордсмены какие-нибудь по скорости наши родные? А у нас не проводится, к сожалению. У нас есть, кстати, по Байкалу там ездили такие, по воде там ездили тоже. Вот, кстати, снегоход по воде, там, по-моему, 180 километров кто-то проехал, там расстояние вот такие, 180, это скорость на воде, я перепутал. Там порядка 20 километров человек вот по озеру, значит, и снегоходе. Потому что Комсомольское озеро в Новом Уренгое, оно же мелкое, если утонуть. Байкал, я так понимаю, несколько глубоко получается. Байкал тоже мереется, как мы выясняли. Достать уже не достанешь, то есть здесь они сразу же добывают. То есть на воде, это же вот закрыл газ и сразу утонул, получается. И как бы такой вот мужественный человек, его, наверное, как-то сопровождали там на страховке на какой-то, но вот я подробностей не знаю. Вот такой рекордсмен есть у нас. Андрей, а где учат всему этому? Есть ли какие-то школы для детей, для взрослых? Ну вот, например, в том же Уренгое, то есть у них вот эта молодежная команда, есть при, там, клуб Ямбург и клуб Факел тоже они набирают. Это где? Это Новый Уренгое, как раз вот это дальнее. Ну, в Атланте тоже они как бы пытаются. Кстати, в Уренгое там есть Норд молодежный центр, там вообще одни детки занимаются тоже у них. Ну и вот любители уже так в частном порядке, в мотошколах, при каких-то, допустим, моциклетных клубах тоже есть детские секции вот с такой направленностью. То есть практически во всех городах-то есть, наверное? Ну, в общем-то, да, в общем-то, да, в этом случае. А вообще этому нужно учиться или сел да поехал? Безусловно, нет, безусловно, учиться необходимо по той простой причине, что у нас вот в точке зрения безопасности, конечно, ну, обычных снегоходных дел, очень большая проблема. Потому что управление, насколько я понимаю, предельно. Турком, да, тормоз там и курок. Фары для слепых, тормоза для трусов. То есть автоматическое как бы центробежное сцепление, клинолеменный вариатор, сел, поехал. Но и здесь вот кроется большая такая опасность, потому что люди не понимают, что это, в общем-то, спортивный снаряд и садятся на него как на игрушку. А береза, оказывается, перебегает дорогу, там все без шлема, а и шлем не спасет, собственно, от таких концентрированных ударов. Сколько вот таких случаев, даже вот тогда телеведущий Супонев там разбился, ну, собственно. Ну, несколько историй. Да, вот таких историй именно не в спорте, а вот в таких бытовых каких-то вещах. Потому что просто недооценили опасности самого этого. Ну, или свои силы, наоборот, переоценили, да? Ну, вот понимаете, снег, да, то есть, собственно, в снегу может встретиться что угодно, да, например. Ну, на моих личных глазах человек провалился в полынью на Волге. Вот именно, да. Ну, его, конечно, спасли, все закончилось хорошо, но было страшно. А скажите, права какие-то нужны сейчас? Да, права там номера. Тракториста, машиниста. Номера не на все снегоходы выдают. На спортивные его, наверное, сложно поставить. Без светотехники там поставить на учет ГИВДД. А те, которые вот снегоходы утилитарные, двухместные, там, вайтраки, широкой гусеницей, они многие ездят с номерами там, как бы зарегистрированы официально. Какие-то дополнительные, то, что называется прибамбасы, существуют специально для снегоходов придуманные? Ну, с небамбасы, вот начнем со сфар, с тех же, что в кроссе, по идее, фары, их не должно быть. Ну, как бы стекла дополнительные, вот опасность, туда-сюда. И вот свины подходят на соревнования, говорят, что у вас горят вот на снегоходах, у вас что, серийные снегоходы? Ну, как бы вот они. А с другой стороны, в эндуро, это вот дисциплина, когда по лесам ездят, без фары ездить нельзя. Наши приехали участвовать, их не пускают. Так они приделывали лампочку, от фонарика вот этого прилепили, техкомиссия подошла. Ага, да, гуд, значит, годится. До таких вот анекдотичных вещей доходило. Ну, какой-то такой специальной индустрии вот этих вот всяких прибамбасов существует. Да, я немножко, это, конечно, существует, потому что, ну, тюнинг – смерть мотора. Мы понимаем, что это такое. То есть любое увеличение мощности, оно тянет за собой всю остальную цепочку. Ну, а такое то, что внешне видно сразу. Ну, внешне видно сразу, понимаете, как. Собственно, их максимально стараются облегчить. То есть какие-то вместо обычных, это же, вы сказали, металл, это пластик в основном, да, то есть вот эти стеклопластик, углепластик. То есть стараются как-то облегчить вот эти панели более тонкие, углепластиковые сделать, что-то убрать там все лишнее необходимое, ну, не первой степени необходимости снегоходу. Ну, есть специальные прыжковые снегоходы для пристайла, когда все... Ну, это уже какие-то надежные дисциплины. Спасибо. Андрей Спицын был у нас в эфире, официальный комментатор Мотоциклетной Федерации России. Ну что ж, будем, наверное, завидовать тем, у кого снегоходы есть, и сочувствовать им же, потому что снег-то уже в стране. Ну, на воде, на воде. Вернемся через пять минут. Спасибо.